Так, друзья, ну что, что вам рассказать о реакции простых американцев на интервью Путина и Карлсона? Вы знаете, вот тут понятно, что наши бывшие с вами соотечественники, которые приехали там миллион лет назад, они там, ой, все фигня, не смотрите, это фигня, это пропаганда, но вы посмотрите американский тикток, когда вы сейчас начнете писать, какие ты смотришь сайты, я смотрю американский тикток, слушайте, миллионные просмотры и миллионные комментарии в американском тиктоке американцы, которые не знают вообще ни слова по-русски, и они просто в шоке, Путин их покорил, я по-другому не могу сказать, они просто реально, люди всех цвета кожи из разных штатов, которые вообще ничего не понимают, ни в политике ничего, просто простые американцы, они просто, ну, ребята, они в хорошем шоке, по-другому не могу сказать, Путин их очаровал, по-другому не могу сказать, они просто к нему клянутся в любви и говорят, что они хотят такого президента, как он, поэтому это, конечно, это потрясающе, потрясающе. И когда начинают там говорить, он там историю, историю, кто слушал, все над ним смеялись, никто над ним не смеялся, они просто в восторге от него. Путин их покорил, посмотрите американский тик-ток, например, ну, я понимаю, что вы, наверное, не можете его смотреть, но именно отношения именно американцев, миллионные комментарии, ребят, миллионные, просто весь американский тик-ток, американский вот именно, забит комментариями, которые как бы, их потрясло, что бывает не вот это такое развалено, уебищное, а именно человек, который просто потряс всех. Поэтому вот как-то так, что будет дальше, посмотрим, но это, конечно, прорыв кода. Вы политизированный человек? Нет. Вы не следите за, как бы, как-то политическим... Я слежу, но так, как бы, не углубляюсь, я не могу сказать, что я политизированный человек. За кого вы голосовали на последних... Скажем так, я политизированный человек за Путина. Президента мы вспоминали пару раз. И я хочу позаимствовать вопрос у самого популярного сейчас в интернете журналиста, который специализируется на жанре интервью. У него есть такой коронный вопрос, который он всем задает. И этот вопрос задам вам, он очень короткий. Путин красавчик? Путин абсолютно красавчик. Если меня спросить, да, я же пехотинец Путина, поэтому... Я всегда говорю, да, он... Я обязан Путину. Владимир Владимировичу. Будь он президентом, Будь он рядовым, Я всю свою жизнь обязан И... Одному человеку. Это президенту, это Владимиру Путину. Поэтому... Такого красавчика второго нет. Это вот история, которую ты рассказывал, как вы с Путиным там на газетке на какой-то закусывали и бухали. И с нами еще человек 300. Ну, все-таки не 300, это твоя была инициатива на эту газетку. Хорошо, была инициатива, это спонтанная. Хорошо, вот ты как человек, который людей должен чувствовать и видеть. Ты сумел его отсканировать? Он тебе был понятен как человек в тот момент? Или он для тебя остался вот такая же терра инкогнито, как вот он является для половины мира? Ну, если я ошибался, то это говорит только о том, что он очень хорошо умел уже тогда на себя подавать. А ощущение было очень позитивное. Сужен был открытый, ненадутый абсолютно, немножко стесняющийся даже человек. Легко принимающий решение, потому что нас сначала привели к нему в ложу, а он был на концерте у нас. Это какой год просто для зрителей на поле? Это за 30, по-моему, дней до ухода Ельцина. Ага, понятно. Так что мы еще не знали, что это наш будущий президент, хотя слухи такие уже ходили. И мы пришли в ложу, и он говорил какие-то нам приятные слова, и как-то мы непосредственно общались. А за кулисами у нас уже накрыта была поляна, автопатия. И там масса музыкантов, которые участвовали с нами, и друзья, они нас ждут. И мне неудобно. Я говорю, слушайте, а пойдемте туда к нам. Он говорит, и пошли. И охрана еще его мяу сказать не успела, значит. Он с нами пошел уже, значит, вниз побежал. Быстро так, спортивно, а не следом за ним. Там было смешно. Нет, это все было очень симпатично. Дорогие друзья, сейчас похожусь, конечно, в магазине в центре Милана. И я хотела вам показать, что у нас здесь продают на булочках. Смотрите, пожалуйста, просто к той теме о том, есть ли, уважают ли русскую культуру в Италии, продаются ли. Смотрите, пожалуйста, здесь продаются. Это Гоголь, Михаил Булгаков, Мостоевский и многие другие русские писатели без проблем продаются в центре Милана в книжном магазине. Это к тому, есть ли травля на русскую культуру и вообще на русских или нет. Здесь видно. Добрый день, друзья. Недобрый вам день, нет, другие. Знаете, что такое настоящая культура отмена? В Лондонской галерее собирается убрать картину фламандского художника Ван Эйк. Описанную в 1434 году. Знаете, почему? Потому что персонаж этой картине напоминает посетителям Владимира Путина. Я даже не хочу знать, кто эти посетители, украинцы или британцы. Потому что, как говорила Маша Кожевникова, устами своего персонажа, серия «Веневератум». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно упомянуть такое явление, как культура отмены. Иначе говоря, публичный астротизм, бойкотирование, а то и полное замалчивание, забвение очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, литераторов. Просто людей, которые не вписываются, не укладываются в современные шаблоны, какими бы абсурдными они на самом деле не были. Это началось не вчера. Как известно, мы хорошо знаем об этом. В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственным победителем нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм, победу Красной Армии, которого унесла решающий вклад. Достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на Восточном фронте у Германии. Вот решающий вклад в Красную Армию просто взяли и отменили. А в Японии, например, в День памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы на их города, или пишут совсем уже очевидную чушь, мол, это сделали некие абстрактные союзники. В учебниках прямо об этом пишут. А о том, что именно США устроили на исходе Второй мировой войны такую страшную и ничем не оправданную бойню, просто не говорят. Эту правду тоже цинично решили отменить. Не так давно отменили и детского писателя Джоан Роулинг. За то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод. Сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ.